Приветствую вас, я попробую немножечко конкретизировать ответ своего коллеги и скажу так. Тяжело на душе может быть, когда у человека в сознании присутствует некий неразрешимый конфликт, некая задача, которую он не может решить, некая цель, которая видится ему недостижимой. Тяжело на душе может быть, когда человек переживает состояние фрустрации. Состояние фрустрации – это негативная реакция на невозможность выполнить задачу, которую сам человек перед собой ставит. Соответственно, в этой ситуации вам необходимо проанализировать условия, недостижимые, по вашему мнению, задачи и поработать с ней, с этой задачей. Дальше, значит, вам может быть тяжело еще и потому, что, условно говоря, есть некие обстоятельства, которые мешают вам считывать себя полноценно. И из-за этого есть сложности, из-за этого есть проблемы. Вот, давайте мы с вами попробуем понять, что случилось у вас, с какого момента вам стало тяжело, что на это повлияло. И вот, тогда ответ будет более или менее ясным. То есть, для начала вам нужно сложить, значит, сложить, сложить что? Сложить внутреннюю сторону – это сторона ваших ощущений, ваших переживаний, субъективная сторона. И объективная сторона, сторона внешне – с какого момента вы чувствуете тяжесть на душу. И вот, тогда будет понятно, что с вами произошло. Когда будет ясна ваша проблема, когда она более или менее себя формирует, оформит, вам можно будет попробовать решить ее самостоятельно, либо через помощь специалистам. Через помощь специалиста это будет быстрее, через помощь специалиста это будет более профессионально, более, так сказать, превентивно и с меньшим временными запратами для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!